Срочно найдите доктора. Коллеги хватились заведующего отделением урологии, потому что его долго не было видно. Пытались дозвониться. Трубку Владимир Третьяков не взял. Но звук телефона услышали из его запертого кабинета. Никто не открыл. Кабинет оборудован двумя металлическими дверьми, которые оборудованы несколькими врезными замками. Были вызваны сотрудники МЧС, которые через окно проникли в кабинет, которые обнаружили фактически два тела. Как произошло убийство, следователи уже выяснили. Некий пациент пришел к доктору Третьякову, достал обрез и выстрелил практически в упор. Затем запер дверь и застрелился сам. По предварительной версии у него была доброкачественная опухоль аденомопростаты. Но сразу делать операцию врачи не стали. Пациенту почти 70. Проблемы с давлением. Ложиться на стол хирурга в таком состоянии опасно. То, что пациенту дали какое-то время, то есть отсрочили операцию на период восстановления или какой-то компенсации проявления гипертонической болезни, это вполне естественно. И в практике это делается. В прессе появились сообщения, что мужчина, застреливший врача-уролога, страдал от невыносимой боли. Сами медики недоумевают, откуда острая боль, если речь идет об аденоме. Максимум дискомфорт. Сейчас следователи изучают и историю болезни, и другие обстоятельства жизни пациента, которые могли бы толкнуть его на убийство и самоубийство.